друзья всем добрый день ну что у нас есть небольшая победа мне весь телефон разорвали журналисты буквально целые выходные просто работу на части я конечно кому-то отвечаю кому-то комментирую кому-то не отвечаю даже сегодня по моему звонили представители так называемой пятой колонны именно навальнята вот именно эти журналисты вы наверное все буквально мне писали и пишите буквально недавно мы все наблюдали картину как семейка пугачёвой так назовем да ее дочка пугачёва ее . дочка ездить как цыганка по всей россии зарабатывать деньги не помогает никому позиции нет никакой и самое главное приезжает сюда поработает недельку-две и потом обратно уезжает сша на наши с вами денежки так сказать тратить их на свои нужно назовем так но непонятно куда эти деньги идут тут надо еще разбираться на вопросе но суть не в этом буквально мы все наблюдали как вот кристина арбакайта выступала в городе санкт-петербурге там даже выделили бюджетные деньги около миллиона рублей на ее концерт то есть я обращался к чиновникам записывал видео люди не понимают как так по сути семейка такая русофобов никак не принимает в жизни страны в трудную минуту еще немножечко трудную минуту никакого участия а только наоборот целыми днями дискретилки имиду мама галкин ну и соответственно дочка там где-то там встречается с представителями пятой колонны есть фотографии проводят какие-то негласные встречи и мы наблюдаем как некоторые представители власти дают им возможность здесь зарабатывать в нашей стране на нас с вами и самое главное счет на бюджетные деньги какой-то парадокс друзья и у нас буквально недавно произошла победа да еще раз говорю кристину арбака это отменили в кремле я считаю на мартовские праздники я считаю что это победа ей органы власти показали что 8 властям сегодня не безразлично если петербург это безразлично в москве здесь не безразлично что происходит целом какая ситуация происходит у нас во внешней политике в том числе и во внутренней политике то есть общество власть сегодня дали понять семействе пугачёвым так назовем да что вы конечно можете много что делать много что говорить называть нас холопами рабами обзывать как хотите но тем не менее в кремле вам такую возможность не дали им это выступать да мы обратились почему все это произошло я скажу так мы обратились по поводу аллы пугачёва признать ее иностранным агентом так как она много уже сделала для этого для того чтобы получить такой статус в этом же законе опять же прописано что аффилированное лицо с иностранным агентом может стать иностранным агентом а пугачёва по сути она является аффилированным лицом максима галкина своего мужа и в последнее время ну и не только последнее время она и вообще изначально как только уехал из россии дискредитирует специальную операцию нас с вами называет как хочет да и самое главное буквально там когда есть статус михаева сделал замечание ну даже даже может и не ей вот так сказал так про артистов она это в свой адрес и соответственно она высказалась это понимаю она высказалась за всех артистов которые убежали в нашей страны я так понимаю она у них там мама так назовем на их туда у сибири я так понимаю зовет они к ней едут проводят какие-то там встречи какие-то мероприятия совместные и соответственно она это координирует что им делать что говорить и она заявила сказал так что все нормальные люди уехали страны ненормальные возвращаться сюда якобы не собираются но это насчет так плюнуло на в лицо показала свое отношение к нашей стране я не заявляю что все нормальные именно нормально находится здесь дают концерты на передовых позициях и поддерживают страну президента пацанов которые сегодня находятся на передовых позициях которые отстаивают нашу родину от врага а вот пугачёва находится то в израиле то в америке непонятно агентом тоже лазит только как цыганка страна нато и соответственно там да какие-то концерты с мужем там и соответственно там сидит и еще пытается открывать свой род в отношении нашей страны соответственно после этого мы приняли решение обратиться в контролирующие органы о признании кормильцы всей руси пугачёвой чтобы она получила статус иностранного агента я считаю она его заслужила она его и самообразила кстати об этом говорил я считаю с последними ее выпадами в отношении нашей страны она его просто заслужила а на основании этого всего соответственно организаторы концерта который проходил в кремле они просто приняли решение рыбакать оттуда убрать ну чтобы не раздражать так назовем наше общество общество этой семья она давно уже раздражает вы зайдите ко мне в комментарии я имею ввиду представители там органов власти или там пугачёвы или там рыбакайте вы зайдите ко мне в комментарии по большому счету там можно посмотреть что люди о вас пишут еще хорошо вообще ничего не пишут ни одного слова поддержку нету вообще но может бывает два-три комментарии там ну вот слушайте это так редко бывает никто вас не поддерживает граждане страны против ребят которые находятся там в зоне СУ против мы как представители общественности мы тоже против депутата в Госдуме не встречает против даже Матвиенко он Валентин Иванович поддержал Володин по поводу выездов вашего вот этого резинового товарища Киркорова который все который ехал туда съездил именно в ДНР в ЛНР прескать какие-то там подачки сигареты поверьте мне если вы даже надумаете ехать туда я думаю что там тоже быть против вас там видите именно Арбакайте там Пугачёва вы туда не поедете по одной причине потому что вы у Арбакайте гражданство США у Пугачёва Израиля вы туда просто не поедете по одной причине потому что как только вы туда въедете те страны которые у вас там гражданство они вас тоже несут санкционные списки и соответственно вы вам только остается признавать какую-то позицию либо их позицию против нашей страны либо возвращать сюда уже конкретно извиняться перед всей страной вставать на колени придется вам как вы говорили Алла Борисовна коленки у вас болят и будете просить прощения всей страны а поверьте мне будет такое время когда приползете сюда когда вы оттуда поползете вас оттуда погонят а это скоро будет поверьте мне все лишь нужно подождать вас оттуда погонят и вы сюда прибежите и будете просить прощения всей страны но только люди уже не дураки люди все прекрасно понимают и никто вас не простит поверьте вот ваши действия они уже давно уже показано вы предали нашу страну именно в трудную минуту. А ваша дочка здесь есть зарабатывать деньги, для чего я пока не знаю, но может быть у вас там какой-то финансовый кризис начался у вашей семьи, и вы уже начали здесь договариваться с чиновниками, чтобы ей давали бюджетные деньги, она за деньги там выступала и клалась ей в карман и уезжала обратно там в США. Не знаю, может у вас какой-то кризис финансовый начался, без понятия. Но еще раз я вам говорил и говорю, что сегодня наша организация и в лице граждан нашей страны совершила небольшой подвиг в этом направлении. Вашу дочку убрали в Кремле. Это большой показатель для всей страны, что ее убрали оттуда. И мы считаем, что она больше не достойна, как и вы, ездить по всей стране, зарабатывать на нас с вами. И вообще мы выйдем с такой инициативой в ближайшее время, предложим в Госдуме, те артисты, которые сегодня не поддерживают специальную военную операцию, не поддерживают наших ребят, им запретить в стране вообще выступать. Потому что это русофобы, которые сядут на двух стульях, зарабатывают миллиарды здесь, а тратят и миллиарды других стран. Соответственно, мы выходим с таким предложением, чтобы запретить этим людям здесь выступать. Пусть выступают настоящие патриоты. Пусть эфирное время дают им на телеканалах. Пусть на сцены и в Кремль приглашают именно артистов тех, которые действительно ездят, помогают морально, финансово, патриотически. Вот эти люди должны выступать на этих сценах и получать эти гонорары они должны, но не вы. Вы продажные, продались уже давно другим странам. Если ты гражданин России, ты должен быть с Россией в нашей стране. А ты как-то, я имею в виду вы, вы как-то на двух стульях, какое-то гражданство Израиля, гражданство Америки. Это все какой-то такой непонятный такой, да, то есть как бы вы родились здесь, живете в других странах и еще орете, что вы какие-то получаете гражданство в других странах. И еще орете, вы какие-то патриоты. Какие вы можете быть патриотами? Вы, как минимум, уже предали нашу страну. В трудную минуту вас нет здесь. Поэтому, друзья, заходите ко мне в телеграм-канал, ссылочка здесь, в описании. Петиции по поводу Киркурова обязательно подписывайтесь. Там осталось тысячу человек, и все, и мы двигаемся дальше. Ваши комментарии мы читаем, я лично читаю, кому-то отвечаю. Они для нас очень важны. Ваше мнение очень важно для нас. Не только для нас, и для всей страны. Потому что ваши комментарии читают также журналисты федеральных СМИ. Пишите то, что вы думаете. Пишите свою позицию. Доносите ее в моих социальных сетях, чтобы страна вся видела. Потому что на меня подписаны все журналисты. Все. Они вас считают, кого-то даже иногда цитируют. Поэтому, друзья, двигаемся дальше. И спасибо за поддержку. Она для нас очень важна.